В моем детстве было принято считать, что наша страна самая читающая в мире. К сожалению, сейчас это не совсем так, а ведь культура чтения во многом определяет и культуру нации. Но в последнее время популярность чтения среди россиян снова начинает расти, и немалую роль тут играют книжники. Это пути развития. Меня зовут Станислав Лагунов, я строитель, руководитель, автор бизнес-книг и ведущий этой программы. Моя последняя книга «Лидеру доски» получила номинацию на лучшую деловую книгу 2024 года. Поэтому, если вы до 7 марта успеете прочитать и проголосовать за нее, я буду безмерно счастлив. У меня в гостях Денис Котов, главный книжник Петербурга, основатель сети магазинов «Буквоед» и Всероссийского фестивального движения «Книжные маяки России», член правления Российского книжного союза и мой замечательный товарищ и давний друг. Денис, привет! Привет! Денис, удивительное дело, но у нас с тобой карьеры чем-то похожи, потому что одной из первых попыток заработать деньги была продажа книги. Я стоял с методичками для предпринимателей в начале 90-х около метро и пытался вот так вот продавать, точно так же, как показывал сейчас свою книгу. Сейчас я уже автор пяти книг, но между этими вехами я был просто увлеченным читателем с такими перерывами. А твоя карьера, которая начиналась в то же время, практически с той же улицы в Петербурге, всегда непрерывно связана с книжным бизнесом. Книга распространения, можно так характеризовать. Книга распространения. Ну, давай так, все-таки буквоед, это серьезное предприятие, которое ты основал, давайте уже его не будем... Умолять не будем. Да. А в какой момент ты осознал, что книги для тебя не только работа, но и миссия? И что-нибудь это изменило в твоем подходе к работе? Если да, то что? Да, это интересный вопрос, потому что в 93-м году, когда я в первый раз начал организовывать книжные точки и как-то заниматься книжным делом, бизнесом, торговлей, конечно, еще такого ощущения миссии не было, но было ощущение, что это очень органичное мне дело. Я даже после 8-го медицинского училища Ленинградского не пошел получать высшее, ну, потому что денег не было, надо было как-то существовать и развиваться, и пошел продавать книги. И дальше вот эти все 30 с лишним лет уже книги кормят меня, а я их распространяю, то есть помогаю им жить в глазах и сердцах читателей. А миссия или сверхзадача, я думаю, что она началась уже ближе к основанию буквоеда, потому что миссию буквоеда мы сформулировали, ну, в первый же год его существования, это утолить информационный, интеллектуальный и эмоциональный голод у любознательных россиян. Так звучала первая версия миссии буквоеда. А это какой год? В 2000-й год мы на Пестеле открыли первый книжный магазинчик, 108 метров, и в 2000-м году, по сути, в конце прямо года его открыли читателям, с тех пор он до сих пор существует, туда можно сходить, как в музей. Слушай, я думаю, что в 2000-м про миссию для бизнеса, наверное, вообще слышали, я знаю, 5 человек в России, естественно. Нет, нет, я как малообразованный, я так не стесняюсь представляться, поскольку всё моё образование, оно собиралось через книги, через людей, через практику, так как малообразованный просто взял книгу «Менеджмент Виханского», ну, помимо других книг, и поскольку, значит, эта книга достаточно чётко структурировала модели управления, я взял оттуда там некоторые логики, были, конечно, книги и Владимира Константиновича Тарасова, и итальянской школы, и в том числе я к нему ездил, учился в начале 2000-х, «Семь минут менеджмента», конечно же, Кондратьев, куда без него, «Бизнес-процессы» и многие другие структурирования буквоеда, которые позволили ему от первого магазина перейти к «Малой сетке», а потом к лидеру рынка, а потом и к региональному лидеру в северо-западном регионе. Я до 2018 года был генеральным директором, и до 140 объектов мы книжную сеть буквоеда развили, там где-то порядка 6 миллиардов выручки и около 2000 человек в количестве сотрудников. И, конечно же, образование — это не только книги, но и книги, примененные на практике с обратной связью и дополнительными корректировками. Денис, то есть можно сказать, что первым твоим инструментом саморазвития как раз стали деловые книги, которые, конечно, тогда еще не обладали сегодняшней популярностью, и уже позднее ты уже, по сути, пошел к первоисточникам именно учиться, ну, чтобы послушать. Но в реальности, наверное, тебе было бы и... Книг было бы достаточно или вот все-таки личное общение вот на семинарах, практикумах? Все-таки книги с точки зрения глубины и качества, ну, это зерна, которые прорастают, а общение — это скорее такой полив этих зерен. То есть когда мы с точки зрения количества смыслов на единицу общения, ну, на минуту или на час общения, конечно, книга более концентрирована, потому что там сжат многолетний опыт автора, и он систематизирован, структурирован, зачастую высушен, плюс с какими-то живыми примерами. Поэтому с точки зрения концентрации книга, конечно, с общением ни в какое сравнение не идет. Но кризисы и проблемы, они, конечно, тренируют и учат зачастую посильнее книг. Поэтому, ну, здесь вот книги и кризисы, наверное, это вот два таких главных учителя. — Два главных учителя. Давай только оговоримся о том, что все-таки правильные книги, потому что, давай так, много книг есть те, которые очень много воды и очень мало как бы смыслов, но я понимаю по тем авторам, которых ты называл, что это как раз были концентраты. — Да, договоримся еще, что не только правильные книги, а правильные книги именно для тебя, именно на том этапе развития, на котором ты находишься, с учетом комплекса задач, который перед тобой стоит. Конечно же, компетенция по отбору книг для чтения для каждого человека — это то, что каждый человек должен в себе нарабатывать. Не просто слушать какие-то рекомендации, хотя рекомендации — это важная вещь от авторитетных источников, но и вырабатывать свою логику и критерию отбора источников, то есть писателей, отбора концепции, ценностей и отбора, соответственно, смыслов формата подачи. И, конечно, если ты серьезно подходишь к своему самообразованию, то ты тянешься к людям системным, которые своей жизнью показали и доказали свою компетентность. — Давай еще тогда поговорим про количество. В манифесте книжника говорится, что 12 книг в год — это культурный минимум для человека на пути саморазвития. И ты говорил, что если читать по 12 книг, то культурный уровень и владение языком, и самостоятельное образное мышление в стране, обществе будет на достаточно высоком уровне. Почему именно 12? И продолжая тему предыдущего вопроса, что книга «Книга рознь»… Ну, мы уже поняли, что не всякие 12 книг могут помочь. — Ну, я за вот эти 30 лет, когда был не только читателем, но и книжником, то есть распространял книги вокруг себя, наблюдал, ну, в общем, можно сказать, сотни тысяч людей, читателей. Ну, там только в телефонной книжке у меня более 7 тысяч контактов. Это кто-то, кто соприкасался так или иначе со мной. — Ну, как ты смог посчитать, ну, ладно. — Ну, там есть, да, там циферка в конце записной книжки, я тоже впечатляюсь. Значит, ну, понятно, что контактов больше, чем в моей телефонной книжке, и я думаю, что за эти годы, конечно, сотни тысяч людей, ну, сотни тысяч людей точно набежит по контактам и большому малому взаимодействию, наблюдению и так далее. И я поэтому смотрю на вот эти вот процессы как наблюдатель, как исследователь, методолог. Бессловно, мы в Бакуэде разбирались с алгоритмом движения человека от входа к полке, к нужной книжке, да, какие ролевые трансформации внутри него происходят. Он заходит, например, там еще в образе руководителя, а потом доходит до детского отдела, становится родителем, а потом доходит до, значит, духовной литературы, становится там человеком, потом доходит до кулинарии, значит, или до отдела подарков, становится там мужем, или там, значит, гурманом. В общем, по ролевым трансформациям внутри одного помещения за там 20-30 минут времени книжный магазин даст фору любой физической площадке в городской среде, поэтому многие любят именно посещать книжные магазины, а не просто выбирать в интернете. Вот, ну, я немножко потерял вопрос, можешь еще... Ну, вопрос, почему 12? Да, 12, в тот момент времени, когда стало понятно, что электронные экраны в телефонах и телевизорах начинают узурпировать массовое внимание до такой степени, что происходит мощное сжатие времени на чтение книг. Сегодня это сжатие дошло в среднем до 9 минут в день, да, вот на среднечитающего, при том, что электронный экран это 5-6 часов времени, да. И вот на этом сжатии стало понятно, что нужно, ну, как-то возвращать какой-то статус книги и чтения, и мы тогда в 2017 году, когда формулировали манифест книжника, а у нас каждые сто лет в Петербурге что-то происходит, это вот в 2017 году мы на Международном культурном форуме проводили пленарное заседание секции литературы и чтения «Великая книжная революция», вот так мы ее назвали. Да, я помню. И предложили, соответственно, наше видение на ближайшие 100 лет, когда книжники, читай, родители, и родители, значит, будущего своих детей, они начинают брать в культурное и мягкое соуправление, ну, вот, например, по примеру, домохозяек, да, ленинских, значит, в соуправление, значит, вот эту вот книжную культуру с тем, чтобы ее пестовать в организациях, как ты это делаешь, не только в своей организации, там, и как Греф это делает там в своей организации, значит, в государстве мы видим ряд примеров и у губернаторов, и у президента, там год литературы, значит, ну, вот фестивали, там книжные салоны, значит, которые правительство Санкт-Петербурга делает на Дворцовой, и до уровня дома. Есть домашняя библиотека, нет домашней библиотеки, если есть домашняя библиотека, то, соответственно, она чем наполнена, да, то есть она ориентирована на семью, род и, значит, развитие семьи, или просто экономится место на полках домашних. Так вот, мы тогда вспомнили, что в Советском Союзе в конце 80-х уровень проникновения книг и чтения был порядка 80%, поэтому взяли этот параметр управления на 80% россиян, 12 книг в год. Это такая сверхзадача и фестивального движения, и моей деятельности, посвященной старшему сыну, да, потому что хотелось бы, чтобы старший сын жил в читающей, в стране, где высокий уровень книжной культуры. Ну и вторая цифра, объема недостаточно, нужно еще количество книг. Мы решили взять 12 книг, потому что это книга в месяц, это достаточно такой теплый уровень чтения, да, то есть это не супергорячий, как Игорь Манн там может взять и там 300 книг съесть. 535 сними, правильно? Ну, я даже боюсь эти цифры называть. Да-да-да-да, съесть прямо так вот, накинуться и съесть. Это мы не рекомендуем, это надо иметь высокий уровень прокаченности и, значит, компетенции по чтению. А 12 – это культурный минимум для человека на пути саморазвития. Это такая же мем, как зубы надо чистить два раза в день, а 12 книг год читать. Ну, чтобы просто от тебя не пахло, да, то есть чтобы у тебя острой и хронической литературной недостаточности в глазах не было, которая обычно приводит к культурной идиотии, когда человек не понимает, кто он, зачем, почему, с кем, куда. Ты сейчас вспомнил 80-е, я тоже вспоминаю 80-е, потому что вспомнил, какая была ситуация. Читателей было больше, книг было меньше, некоторые были, ну, практически недоступны. Я помню, что «Новый мир» ждали, с Марио Пьюза ждали, когда же он наконец-то окажется в почтовом ящике. Сейчас обратная ситуация. Читают меньше, книг в разы больше, то есть доступность, она прям стала супербольшой. А получается, что вот этот переизбыток, ну, понятно, что еще отвлекающих факторов стало больше, то есть переизбыток, получается, может быть, тоже вредит предложение. Переизбыток предложения ни в коем случае не вредит, потому что на 140-150 миллионов, я сейчас путаюсь, сколько у нас жителей в стране, значит, есть 140-150 траекторий жизненного движения, интересов, ролевых ситуаций, кризисов, проблем. И книги ведь это что такое? Это смыслы, упакованные в печатное издание, верифицированные издателем, верифицированные там корректором, редактором, ну, собственно, логикой ее возникновения и, соответственно, попавшие на полки книжных магазинов или библиотек. То есть уровень верификации этой информации достаточно высокий. То есть он намного выше, чем мы сейчас что-то написали, там запостили и там вперед. То есть видим в этом океане инфошума, как нарастает вот этот вот инфопоток, который уже превращается в инфосвалку. И в этом смысле широкий ассортимент, он призван подсказывать человеку решение в любой жизненной ситуации, выращивает ли он сад, огород, строит ли он дом, значит, выращивает ли он там, ну, я не знаю, там не выращивает, наверное, воспитывает ли он детей. И если даже у него кто-то умер, или он задумывается о сути вещей, или о том, как устроен мир, вот на все эти вопросы книга относится. Это, по сути, организованная часть ноосферы, да, вот это вот книжное поле, организованная и верифицированная часть ноосферы. Денис, я думаю, что большинство наших зрителей и слушателей читают книги, но умеем ли мы это делать? Как правильно читать книги, чтобы извлекать из них максимум пользы и удовольствия? Да, потому что у меня, смотри, у меня есть свои правила, я их тоже регулярно транслирую, но так как я все-таки больше специализируюсь на бизнес-книгах, то я бы хотел твое мнение послушать. Да, это очень важный вопрос, потому что у многих складывается ощущение, что если их и их детей научили скользить глазами по буквам и озвучивать слова, и уметь возможность просто рассказать, что там написано, этого достаточно. Это, конечно же, только первая часть, первая ступень квалификации в чтении. Предыдущая или следующая ступень, это, конечно же, предотбор, потому что среди многообразия нужно сделать предотбор, это интеллектуальная и культурная функция, основанная на критериях принципов понимания целевого запроса и понимания того предложения, которое есть. То есть многие вообще не ориентируются в книжном магазине, они не заходят, вид, обложка, хвать, иди сюда. Ну ты про подбор книги. Да-да, потому что чтение начинается с отбора. Книга радикально больше, чем мы с тобой можем за всю жизнь прочитать. И квалификация в предотборе – это часть квалификации в чтении. Да, я с тобой согласен. Потому что это вопрос. Считывание концепта книги из названия, из обложки, из первых страниц, которые ты в магазине или библиотеке раскрываешь, это быстрое такое чтение. Следующая компетенция чтения – это не скорочтение, что я много прочитаю и буду много знать, а медленное чтение. То есть перейти от среднескоростного чтения к медленному чтению для того, чтобы погрузиться в подводный слой книги, который чаще всего между строк передает тебе основные сообщения, в строках дополнительные сообщения и в комплексе центральное сообщение. Потому что есть многомерный процесс. Последовательное чтение, понимание общего концепта. Любой даже детективный роман строится по очень интересной архитектуре, композиции, отличающих великого писателя от невеликого писателя, начинающего писателя, который не понимает архитектуру смыслов, архитектуру сюжетов, систему связанности и многомерности, которые закладывает Александр Сергеевич на пример, в простейшую сказку о «Золотом петушке». И от того, какие ты книжки, берёшь ли ты «Мастера и Маргариту» в первый раз, в третий или в пятый, и что ты там считываешь первый, второй, третий и пятый раз, это не о книге даже говорит, это о тебе говорит. Изменился ли ты по отношению к прочтению «Мастера и Маргариты» пять лет назад или нет? Или ты смотришь в тех же шаблонах под тем же углом зрением? — Смотри, у… — То есть компетенция, я вот буквально там одна-другая, компетенция чтения между строк, это, на мой взгляд, одна из высоких категорий, квалификации, то есть если человек берёт книгу, может её прочитать между строк, рассказать окружающим и найти понимание, то это высокий уровень квалификации чтения. А просто рассказать сюжет, буквы, на каком языке написано, это такое техническое знание, оно тоже очень важно. — Смотри, как-то лет пять-семь назад я часто задавлю вопрос на тему «Как читать?» я рекомендовал Мортимера Адлера. Потом я начал рекомендовать нашего соотечественника Павронина. Но, тем не менее, и у Адлера три метода указываются, у Павронина больше. Три метода от Котова, которые точно нужны. Мне кажется, что у тебя больше, выдели три. По сути, чтение между строк, там, где мы уже ищем смысла, и ещё два. — Ну, конечно же, всегда образное чтение. То есть, если ты просто как компьютер считываешь коды и математикой считаешь, какие логические посылки были здесь сказаны, это усечённое чтение. То есть, у меня нет ни запаха, ни вкуса, ни композиции, ни музыки, ни ритма, ничего. Конечно, выстраивание модели чтения, модели книги и разглядывание этой книги как в процессе чтения, так и когда ты не читаешь, но думаешь об этой книге или обсуждаешь эту книгу. То есть, если мы берём то же самое «Мастера и Маргарита» как архитектурное, смысловое произведение, то это прям такой дворец. По нему можно погулять, можно посмотреть с одной стороны, второй, третий, пятый. И Александр Сергеевич, ключевые все классики, они занимались вот таким строительством. Ты строишь дома, а они строят литературные произведения, знаниевые или, соответственно, художественные, которые тоже содержат в себе философемы, мемы определённые, архитектуру мировоззренческих и антропологических исследований, которые они провели по своей... То есть, соответственно, образное мышление, которое может развернуть книгу в многомерную среду. Ну и третье – это, конечно, чтение человека. То есть, потому что любую книгу написал автор, он изложил только часть того, что хотел и смог сказать. Я когда размышляю, что там рано или поздно тоже, надеюсь, через год какую-нибудь книгу соберу и начинаю понимать, что даже если это будет там 5 книг или 10 книг, то это всё равно сильно меньше, чем у меня есть что сказать или то, что я знаю или имею представление. Поэтому в некоторых случаях надо понимать, что автор не сказал. То есть, что он был за фигура, что он был за глыба. Тот же самый, условно говоря, Жюль Верн, который подарил нам свои реальности, которые дальше превратились в наши физические реальности или какие-то другие наши российские образы и авторы. А вот прям очень интересно читать людей, которые стоят за книгами. Да, слушай, вот это здорово. Денис, смотри, вот я упомянул сейчас Адлера Поварнина, а какие ещё книги могут помочь, вот скажем так, в повышении своего мастерства читать книги? Поведёшь ещё что-то? Я купил, но ещё не прочитал книгу Игоря Мана в составе какой-то группы, я не помню, то ли только он один там, он собрал тоже эти принципы чтения, называют... Читай книги, читай. С Иваном Малиной там есть моё интервью, так что не удивляйся. Всё отлично, да. То есть у меня очередь большая, я жду пенсионного возраста, чтобы наконец в это всё погрузиться глубже. А так чаще я считываю книжки, вот взял с собой записки библиофила, почему книги имеют власть над нами. Вот всего... Да, я тоже не читал, но сразу захотелось сфотографировать. Вот, и, например, Стивен Кинг, тут, значит, приведена цитата, книги — это уникальная портативная магия. Это уже много вот здесь вот сказано. Ну, кстати, да, вот интересно. Если образное мышление позволяет распаковать тезис в модель, вот это как раз образное чтение, да? И понятно, что ты дополнить, структурировать и наполнить фактурой этот образ можешь, прочитав эту книгу. Но он уже здесь, да, и ты можешь из этого исходить. Если книга — уникальная портативная магия, то чтение книг — это освоение этой магии портативной. И, например, если мы говорим о том, что у любого руководителя главным средством производства его действительности и системы деятельности является фабрика русского языка. Это такое отдельное образное понятие, которое я там периодически ввожу и доношу до наших руководителей. И если этот руководитель и управленец не работает с фабрикой своего русского языка, то есть первое что — он не понимает, какие на складах запасы. Он не понимает, какие бизнес-процессы внутри, как он эти складские запасы складывает в смысловые фактуры, текстовые, аудиальные, письменные, смысловые фактуры. Если у него на выходе из ворот фабрики нет функции ОТК, по-русски это называется «фильтруй базар», то есть совсем упрощенно. И если у него нет контроля обратной связи от получателей этой продукции, то есть обратная связь от получателей продукции она выражается в первую очередь в виде благодарности. Она может быть выражена монетарно, бартерно или, соответственно, просто словами. То есть если человеку недостаточно денег, недостаточно какого-то обмена, недостаточно слова благодарности, то, возможно, просто продукция его немножко гниловатая или несуразная и невостребованная. Ну да, не отвечающая просто потребностям клиента. Да, поэтому книгу по сути как элементы большого средства производства под названием «фабрика русского языка» рассматривать, то можно сказать, что руководитель, который наполняет эту фабрику качественной входящей продукцией, дальше эту входящую продукцию плюс еще свои мысли упаковывают в правильные смыслы, в правильные тексты и контролируют качество выходящей продукции и обратную связь от получателей этой продукции, это сотрудники, это клиенты, это партнеры, это государство, то такой руководитель не пропадет, по крайней мере, не пропадет, даже если он почему-то по разным причинам экономическим, политическим обанкротится в каком-то моменте. это компетенция выстраивать образы и упаковывать эти образы в правильную продукцию фабрики русского языка, она позволит восстановить и экономическое состояние, и культурный статус в любом месте. Денис, давай немножко поговорим про, правильно ли будет сказать про возрождение культуры чтения, потому что все-таки есть какие-то данные, например, сколько читали в 80-е или 90-е на человека, там условно в нулевые и сегодня. Такие вообще данные. Среднее количество книг в год имеется. Надежных данных нету, по моим прикидкам и разным таким косвенным данным, вот сейчас 55% россиян, ну плюс-минус там 5% читают в среднем 6-7 книг в год. И в среднее время по исследованиям ну 9-10 минут в среднем чтение. Понятно, что это может быть полчаса там на выходных или там как-то еще. Да, понятно, что это у среднего данных. и в 80-е 80% жителей Советского Союза читало там хотя бы одну книгу, это тоже. Я откуда-то подчерпнул это знание из каких-то статистика. Количество книг на то время у меня не было информации, но я думаю, что больше, чем сейчас, просто в силу объективных причин отсутствия интернета, видеоконтента, вот этого всего, понятно, что это было занято книгами, потому что книги был смысловой интернет того времени. смотри, а как взрослого человека, который по каким-то причинам, зависящим или независящим от него, перестал читать, как его вернуть, хочется даже сказать, в лоно книжной церкви? Да, аналогии вполне корректны, единственный есть путь, значит, магическая волшебная палочка, возвращение человека в пределы книжной культуры. Это палочка называется любопытство. Нет любопытства, нет любопытного человека, нет читателя. Значит, как умирает любопытство? Ну, я наблюдал на разных людях, значит, первая смерть любопытства возникает от высокого образования, хорошего социального статуса и того, что все получается, да? Ну, зачем мне читать книги? в принципе, состоявшийся человек, у меня все уже хорошо, да? Второе, любопытство умирает от того, что ты перестал верить в себя, пошел пить водку и, соответственно, уже, ну, как бы, тебе не интересно, потому что ты не видишь выхода, ты уже отчаялся, да? И это может быть тоже человек с высоким статусом, и он просто после работы становится алкоголиком, да? Значит, вообще, вот эту антитезу книга против бутылки, я ее регулярно показываю, потому что книга, она создана для тех, у кого есть образ будущего, мечты, фантазии, цели, замыслы, а бутылка это те люди, которые, ну, подспудно, подсознательно или более-менее сознательно, они хотят из этой жизни выйти, уйти или перейти в какую-то реальность, ну, которая несовместима с этой, да? То есть, ну, понятно, что это такой медленный способ самоубийства. Их несколько этих медленных способов, но конкретно алкоголь, разной степени жесткости, это один из них. Советские деятели еще в начале прошлого века эту антитезу видели, и они делали прям целый розыгрыш, там, в 1924 году книга против бутылки. То есть, они пытались вынуть спивающихся людей в сторону индустриализации, в сторону культуры, в сторону библиотек, домов читали, ну, так далее. Таким образом вернуть огромному организму там, Советский Союз, а сегодня Россия, жизненную энергию. Жизненная энергия, она возникает тогда, когда у тебя есть мечты, фантазии, замыслы, образ будущего и желание его воплотить. А для того, чтобы тебе воплотить его, нужно дополнить твою информационную модель, то есть, или культурную модель, или смысловую модель, или знаниевую модель. А книги для этого по-прежнему лучший источник, потому что, как я уже сказал, там несколько степеней очистки информации идёт, переработки информации. Порой текст, который автор приносит издателю, он достаточно активно перерабатывается, структурируется определённым образом, и это придаёт книге другую динамику, структуру, ну, я имею в виду знаниевые вещи. Вот если там профессиональные редакторы сидят, дают чёткую обратную связь. Вот, поэтому, конечно, книга и книжное знание это система безопасности цивилизационного уровня, да, если мы изымем книги из обихода нашего, все книги вот там на 20 лет просто запрещаем книги, убираем их, оставляем интернет, оставляем мемасики, видосики, значит, всё вот это оставляем, ну, вероятно, сна будет повышаться риски техногенных катастроф и других глобальных рисков, которые будут расчеловечивать человека, сокращать его фабрику русского языка и, соответственно, ну, потому что, ведь в здравом уме расширять модель языковую без книг с помощью интернета, ну, никто не будет, да, потому что там царят короткие тексты, короткое видео и они заполняют всё пространство. Денис, один из элементов твоей системы развития культуры книг в России это книжные маяки. Ты с 2020 года, правильно? во время пандемии, когда все с 2020 года, несмотря на пандемию, ты как раз делал первый онлайн и я неоднократно участвовал в том числе в последнем мероприятии в августе в Владивостоке. Но всё же для наших слушателей несколько слов в чём идея фестиваля, для чего он нужен, что он даёт тебе и остальным жителям нашей страны. Попробуем упаковать. Да, и давай сразу скажем, что 23 февраля стартует новый фестиваль. 23 февраля этого года до 25 числа в Петербурге и в интернет пространстве фестиваль у нас гибридный изначально запроектирован. Будет более 100 событий, приходите физически, регистрируйтесь на сайте, скачивайте мобильное приложение «Книжные маяки», которое, может быть, мы ещё поговорим как такая центральная точка входа для читателей и книжников в «Книжные миры». И, конечно же, давайте я расскажу, как всё начиналось. Начиналось в 2020 году, когда все ходили в масках, сидели в основном по домам, библиотеки, книжные магазины периодически закрывались государством и, соответственно, у людей горизонт планирования резко сократился, значит, жизненная среда резко видоизменилась, количество живых контактов взаимодействия тоже радикально сократилось, и, пометуя Владимира Константиновича Тарасова и тот принцип, который он написывает в одной из своих книг, я решил применить стратагему, когда люди начинают возвращаться к реальной жизни. И поэтому, несмотря на то, что передо мной были такие же риски, как и перед всеми остальными, я решил проинвестировать, создать вот эту новую фестивальную модель, фестивальное движение, которое будет в гибридном формате существовать, если ничего нельзя, сидим по кухне, если все можно, в дворцах, книжных магазинах, библиотеках общаемся вживую и онлайн подключаем тех, кто не доехал до Петербурга в частности или до места проведения этого книжного фестиваля. Два раза в год мы его проводим в поисковике, можно просто набрать книжный маяк или книжные маяки, соответственно вы увидите нашу страничку и постепенно от книжного маяка Петербурга в 2023 году мы перешли на формат фестивального движения книжные маяки России, а сделали это с помощью российских железных дорог и книжного поезда, который проехал от Петербурга до Владивостока, 70 человек писателей, книжников там ехало, 14 фестивалей по пути мы однодневных провели, это было сумасшедшие в хорошем смысле этого слова две недели, которые перед нами открыли всю читающую страну, как раз я старшего сына взял в подарок, которому и намечал и намечаю читающую страну как среду, в которой ему жить, и сын, и плюс писатели и книжники, они с одной стороны донесли книги и смыслы по всей стране, с другой стороны восприняли книги и смыслы во всей стране, таким образом стали соединительной тканью между нашими регионами и соединяя в единое лоскутное одеяло все вот эти культурные ткани регионов, помимо поезда ехал еще книжный автопробег из Мурманска через Петербург в Москву в Владивосток, они ехали параллельно с поездом, где-то пересекались, в конце встретились на книжном маяке Токаревского во Владивостоке, исполнили там наш гимн песню, то есть это прямо пассионарное движение, впервые в истории человечества, России, там всех книжников, потому что задача была создать фундамент, создать фундамент, вывести новое имя книжной маяки России, найти согласие в регионах со стратегической целью 80% россиян читают 12 книг в год, собрать дружину книжников, людей, которые небезразличны и готовы включаться на базе общей стратегической цели и ценности отраженных в манифесте книжника, который на Российском книжном союзе сайте можно найти, в общую систему деятельности книжные маяки. А книжные маяки это такое событие и пространство событий, в которых мы приглашаем людей маяков, книги маяки, проекты маяки, организации маяки, то есть всех, кто более не менее маячит. И всех с одной стороны, на кого можно ориентироваться, а с другой стороны, просто существуют и как-то пытаются гореть. Есть просто некоторые сумасшедшие авторы, которые как сумасшедшие недавно человек встретил 150 книг он написал и издал. 150 книг. Понимаешь? А я тут хвастаюсь, у меня 5. Да вообще ты ребенок понимаешь. Но я понимаю, что эти 150 книг никто не знает, никто никогда не прочитает, и они по 500 экземпляров где-то тонким слоем размазаны. Но просто это жизненный путь. Это достойно уважения и поддержки просто в силу этой причины. И в этом смысле у меня нет высокомерия по поводу подобного рода авторам, даже графоманам, которые там печатаются, потому что все мы когда-то рисовали рисунки в школе и в детском саду. для родителей наших родственников это одна из высших ценностей, да и для нас. То, что не все научились создавать картины Рафаэля или Кандинского, это не умаляет их как таковых, потому что каждый находится в своей стадии развития. не факт, что из всех писателей, а их у нас более 90 тысяч писателей в стране, которые пишут в Редер издаются, в самоздатах издаются, не все и меньшинство из них станет профессионалами и будут достойны для широкого прочтения, но дорогу осилит идущий. Для своей семьи, для своего рода, для своих друзей, твое творчество даже просто описание жизненного древа, родового древа, это уже важный вклад. 23, 24, 25 февраля 2024 года книжные маяки России в Санкт-Петербурге. Более 100 мероприятий в оффлайне и онлайне. Приходите. Центральная площадка Дом журналиста на Невском 70, еще одна мощная площадка в ДК Крупской. В Доме офицеров мы будем открываться, потому что 23 февраля у нас День защитника Отечества и будем с Брониславом Виногродским, с Сергеем Переслегиным, со многими другими нашими гостями обсуждать, Александр Мясников историк, такой приедет специально из Москвы, будем обсуждать тему День защитников смыслов Отечества, потому что смысл и культура Отечества точно так же требует пестования, защиты в некоторых случаях бережного к себе отношения. Денис, зная тебя и твою команду, я точно могу сказать нашим зрителям, что будет интересно. У меня несколько еще вопросов в конце программы, я должен тебе их задать, потому что наше мировоззрение во многом формируется как раз книгами, в твоем случае и в моем это именно они были главными действующими героями, а какая больше всего повлияла на тебя как на предпринимателя, вот не человека, а предпринимателя. Я понимаю, что такого рейтинга наверное нет, но я думаю, что искусство управленческой борьбы Владимира Тарасова, семь нот-менеджмента, я который уже упоминал, эти вещи они дали мне возможность не как предпринимателю, а скорее как управленцу действовать структурно или беструктурно, понимать значение ролей в организационных построениях, а как предпринимателю я думаю, что это какая-то внутренняя свобода, которая требовала чтобы мой организм, вот это тельце, социальная тушка, чтобы она не встраивалась в какую-то организацию, а создавала и порождала свои смыслы, свои модели, это мы видели и за 18 лет руководства буквоеном, как мы выстраивали там достаточно уникальную бренд-политику и культурную политику, это видно сейчас на книжных маяках, это видно в проекте книжная полка, это то, где мы соединяем книги, чай и цифровой шлейф в одну компактную коробочку, такая новая моя бизнес-инициатива с партнером, с Игорем Пироговым, и то же самое цифровая платформа книжные маяки, это тоже такая перспективная экосистема на базе вот этой цифровой платформы, где будут и эти культурные некоммерческие процессы и коммерческие процессы, что такое коммерческие процессы, вот нужна мне вот эта книга, допустим, даже если она есть в библиотеке, она мне нужна мне личного владения, я хочу, чтобы она стояла у меня в библиотеке. Обладать. Да, поэтому вот это деление на коммерческие и некоммерческие, оно, на мой взгляд, очень грубое. Грубое. Денис, а чему и как ты учишься сегодня и что ты постоянно в себе развиваешь? Да, у меня есть специальное упражнение, каждое 13 января на Старый Новый Год я провожу такой семинар-тренинг Старый Новый Код Управления Кодов на Старый Новый Год, проводит Старый Новый Код. В общем, упражняемся и в языке, и в управлении. То есть, в первую очередь, я хочу от мастерства управления разобраться лучше с искусством управления и дальше добраться до магии управления, потому что понятно, что высшая квалификация управленца это такая, когда ты без ресурсов осуществляешь сдвижку реальности в том или ином направлении, и эта реальность поддается твоему замыслу. Удивительное дело, мы с тобой начали программу с того, что мы с тобой начинали... Мы с тобой начинали с книжного лотка, первая запись в этой студии была сделана моей системой из пяти уровней, последний уровень это маг, который я считаю, что недостижим, но, знаешь, наверное, у нас с тобой еще есть немножко времени для того, чтобы предпринять это усилие, чтобы перейти... У меня четвертый уровень это системчик, который уже собирает систему, а пятый маг-волшебник, которого никто никогда не видел. К сожалению, время нашего разговора подошло к концу. Денис, спасибо тебе огромное, интересная, насыщенная беседа. Напомню, что сегодня в гостях у программы был Денис Скотов, главный книжник Петербурга. Наверное, все-таки уже можно претендовать и на страну основателя сети... Не будем претендовать, просто книжник из Петербурга, вот это самое... Давай, книжник из Петербурга. Есть Эмилия из Ленинберге, а вот есть книжник из Петербурга. Книжник из Петербурга, основатель сети Буквоед и Всероссийского фестивального движения Книжные маяки России, член правления Российского Книжного Союза. Денис, спасибо тебе большое еще раз. Спасибо, Станислав, всегда рад.